Дайджест недвижимости. В статье у нарушения правил благоустройства городов и других населенных пунктов, уточняет Айкира Фру. Штрафы от 3000 рублей для физических лиц до 200 тысяч для юридических лиц также предусмотрены за нарушение норм и правил содержания зданий собственниками и создание препятствий для участия общественности в реализации проектов комплексного благоустройства. В пояснительной записке к проекту закона указано, что внесение уточнений связано с реализацией государственной программы по благоустройству территории. Депутаты ЗАГСобрания рассмотрят законопроект на пленарном заседании 26 октября. Дайджест недвижимости. Управляющие компании начнут штрафовать за ошибки в коммунальных квитанциях. Наказание за некорректно начисленные платежи может составить до половины суммы счета. Механизм взимания штрафов за ошибки, допущенные в платежных документах по жилищным и коммунальным услугам, сейчас разрабатывает Госдума, сообщила председатель комитета парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что подобные ошибки не редкость, а их исправление обычно отнимает у жильцов много сил и времени. Дайджест недвижимости. Кировская область вошла в число регионов с самым дешевым жильем для туристов. Рейтинг составил российский сайт бронирования жилья Твилру, ориентируясь на данные броней отелей, квартир и гостевых домов в этом году. В тройке лидеров по дешевизне посуточного проживания – Кировская и Брянская области и Республика Удмуртия. По данным Твилру, в Кировской области туристы ищут жилье в среднем на две ночи и тратят немногим более тысячи рублей в сутки. В первую десятку самых выгодных для туристов предложений также вошли Чувашия, Астраханская и Белгородская области, Пермский край, Омская, Саратовская и Томская области. Сутки проживания в этих регионах стоят от 1 до 1600 рублей, уточняет портал Ньюслер.ру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.